В эфире итоговый выпуск программы BookInform. Я, Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Лариса Осмолович о разумной адаптации исторических построек под современное функциональное здание. Соблюдение золотой середины путем сохранения аутентичного Бреста и современных построек. В Бресте состоялось открытие реконструированного здания на советских пограничников 34, в котором в скором времени расположится офтальмологическая клиника «Новое зрение». Суперавтобус для воспитанников Центра коррекционного развивающего обучения и реабилитации ВЕДА в Московском районе и фестиваль «Солнце» в каждом в Ленинской администрации. Анастасия Ноздрин-Плотницкая и Анастасия Стропко о мероприятиях, подготовленных брещанами для особенных людей. Брещина за бесплатную сдачу крови. Проект Всемирной организации здравоохранения «Безвозмездное донорство. Начинается с меня» был поддержан первыми лицами города и региона, а также сотрудниками Центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусско-польская подкомиссия – мощный рычаг воздействия в решении актуальных вопросов трансграничного сотрудничества. Актуальный материал Софии Бережной со второго заседания, на котором был подписан протокол, предусматривающий новое направление сотрудничества на ближайшую перспективу. 59-й международный турнир по легкой атлетике, посвященный памяти героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, открыл зимний легкоатлетический сезон в Бресте. Виктория Саченко встретилась в среднешкольном номер 20 с представителями российской делегации, представляющей движение юных карбышевцев. Прямо сейчас об этом и не только. Конструктивные инвестиции в историческую часть Бреста. Именно так охарактеризовал окончание строительных работ в здании на советских пограничников 34, в котором расположится современная офтальмологическая клиника «Новое зрение» председатель горосполкома Александр Рогачук. Дом с вековой истории получил новую жизнь, а через несколько месяцев, предположительно в марте, уникальный медицинский центр «Новое зрение» откроет свои двери для первых посетителей. Это грандиозный проект. Клиника «Новое зрение» станет самой крупной частной глазной клиникой страны. Об открытии здания, о перспективах в первом материале выпуска. К реализации столь масштабного проекта представители компании-учредителя шли 4 года. Именно столько длилась реконструкция. Задача стояла сложная. Здание имеет историко-культурную ценность, и необходимо было сохранить его аутентичность. Одновременно следовало сделать его современным и комфортным, поскольку здесь будет располагаться медицинский центр. Совместить две этих задачи сложно, но, как оказалось, возможно. Начинали буквально с нуля. Сохранению и реставрации подвергались все старые конструкции. Возводились новые. Работали опытные строители. Использовали современные технологии и материалы. В реконструкцию вложено 12 миллионов евро. Сумма огромная, но результат того стоит. Сегодня здание на советских пограничниках 34, здание офтальмологического центра «Новое зрение», украшение исторической части города Бреста. Я вижу здесь два элемента, составляющих хороший повод для радости. Первый – город получает хороший современный медицинский объект. Объект, в котором будут реализованы самые новейшие технологии. Это здорово. Это, во-первых, конкуренция существующим уже нашим структурам. Это снижение цен. Это одно составляющее. Вторая составляющая – это пример удачной адаптации исторической застройки. Здание, которое имеет большую историю, более 100 лет, под функциональное современное здание. И то, что здесь сохранен фасад, сохранены основные моменты исторической составляющей, архитектурной. Замечательная подсветка. Это очень здорово. Это хороший прецедент. Первое, что впечатляет в этом здании – ощущение света, воздуха. Оно устремлено вверх, что достигается благодаря стеклянной крыше. А само пространство типа коры удивляет комфортабельностью планировки. Все продумано до мельчайших деталей. 2000 квадратных метров – просто, но стильно. А ведь, как сказал великий Леонардо да Винчи, простота – крайняя степень изощренности. Кстати, присутствие итальянского изобретателя, художника, ученого, чувствуется во всем репродукции его набросков, располагаются в центральном холле и на дверях каждого кабинета. И это не случайно. Ведь первое научное объяснение природы зрения и функций глаза принадлежит Леонардо да Винчи. Оценил бы итальянский ученый и современную систему кондиционирования, освещения и отопления. Я думаю, что вот после этого всего, после нашей реконструкции, то, что мы сделали, это здание еще будет стоять не просто не один десяток, а я думаю, что сотни лет будет стоять. Вторая жизнь. Я думаю, что да, ему открыта вторая жизнь. В соответствии с требованиями, которые предъявляются к реконструкции, сохранен исторический фасад здания. Строителями были сбиты слои штукатурки, сняты килограммы старой краски, что позволило увидеть историческое здание практически в первозданном виде, но в современном исполнении. Кованые балконы, дубовые оконные переплеты, даже чугунные отбойники для карет. Все было восстановлено, данный факт подтверждают. И специалисты архива, которые работали в этом здании с 40-х годов. Рады, что город приобрел вот именно такой объект на нашем месте, что это будет клиника, такого социальной направленности объекта. Поэтому здание преобразилось, конечно же, его не узнать. Здесь, кроме внешнего фасада и некоторых отдельных аутентичных элементов, которые архитекторы сохранили, больше, конечно, здесь ничего не напоминает о нашем здании. Но будем надеяться, что оно будет востребовано. Можно много ностальгировать по старому доброму Бресту, но старый добрый Брест – это и туалеты во дворах, это и сараи в ужасном эстетическом виде и так далее. Поэтому очень важно со стороны городских властей соблюдать вот эту золотую середину, сохранение аутентичного Бреста и все-таки движение в 21 веке к нормальному, комфортному жилью. Через несколько месяцев в здании на советских пограничников 34 откроется уникальный медицинский центр «Новое зрение», который позволит брещанам и жителям области на месте делать сложные. В высокотехнологичной операции на глазах в клинике будет работать новейший немецкий лазер, а также современное оборудование из Японии, Южной Кореи и Великобритании. В Брестской клинике будет сразу же создан тот высокий уровень обслуживания, какой существует во всех клиниках «Новое зрение». Мы приглашаем всех и будем рады оказать всем помощь. Цены будут разумные, значит, они для белорусов будут самые низкие, для всех остальных, может быть, где-то будут рассматриваться какие-то варианты. А что касается белорусов, самые низкие цены. Автормологический центр в Бресте будет задавать планку всей автормологической помощи в регионе. Моя задача, как руководителя города, вот на основе такой методологии, адаптировать здание, которому больше 100 лет, под современный функционал. Не рушить, не строить какие-то новоотделы, а там, где можно сохранить, а это прежде всего, конечно, застройка русского периода, начала 20 века, польского периода, это надо сохранять. Поэтому мы ждем инвесторов и в историческую часть города, и будем оказывать посильную помощь. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Бокинформ». Международный день инвалидов сегодня отмечают в Беларуси. Накануне этой даты воспитанники Центра коррекционного развивающего обучения и реабилитации ВЕДА получили полезный и очень нужный подарок от представителей Банка развития Беларуси. Автопарк учреждения пополнился новым автобусом, причем не совсем обычным. Машина оборудована специальным подъемником-пандусом, который позволяет без использования физической силы поднять на борт транспортного средства маму и ребенка. Ноу-хау уже успели проверить первые пассажиры. О том, как это было, расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. За несколько минут до начала церемонии торжественной передачи автобуса водитель Станислав Хвалей проверяет исправность всех механизмов. Сюрприз должен быть сюрпризом и нести только радость. С такой техникой, признается автолюбитель, со стажем работать не приходилось. Осваивать пришлось быстро. Вот еще и колясочкой заезжает сюда, на этот подъемничок коляской. И потом следующий этап, его подъемки, допустим, поднимается, он, в принципе, колясочкой поднимается туда. В этом старом автобусе у нас не приспособлен он был, а сейчас уже им удобство будут сразу заехать. Там крепление колясок, у нас сразу просто с ребенком своим туда крепится, ставится. Уже не надо его не вынимать ничего, просто он с колясочкой будет так во время маршрута сидеть там на месте. Таких автобусов вместе с Брестским сегодня в Беларуси только три. Транспортное средство создано с учетом всех международных правил и соответствует потребностям детей и родителей. Такой подарок смогли сделать ко дню инвалида специалисты Банка развития Республики Беларусь. В центре Веда встречались с родителями, встречались с руководством самого центра и управления образованием, чтобы понять, что надо, как надо, какой этот автобус должен быть. И так как в центре достаточно много детей, решили в конце концов остановиться на такой вот модели. Это, наверное, где-то уникальный автобус, в том плане, что обычно наши автобусы для таких учебных заведений, они маленькие. А здесь автобус, который специально сделан на большое количество коляска мест, как вы видели, обширная площадка, специальные ремни, места для сопровождающих лиц. Получение такого подарка для администрации, сотрудников и воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения реабилитации Веда стало настоящим праздником. На импровизированной сцене во внутреннем дворе учреждения в адрес виновников торжества звучали музыкальные поздравления и пожелания долгих лет и процветания. Я хочу сказать, что мы радуемся каждой вашей победе, каждой победе наших ребят, потому что для нас это, пускай вот маленький шажочек, это уже большое-большое достижение. Возможность первыми опробовать подъемник панду с нового автобуса представилась малышам на инвалидных креслах. С первых минут использования механизма родители ощутили его преимущества. Это замечательно, это очень удобно, потому что процесс погружения в автобус был для нас ужасно некомфортен. Это было взять ребенка, потом сложить коляску, а сейчас это никаких проблем. Вы сами видели, мы заехали, нас подняли, мы спокойно захотелись в автобус. Это очень замечательно, это очень удобно. Центр коррекционного развивающего обучения и реабилитации Веда существует в городе над Бугом с 1999 года. За это время через его стены прошел не один десяток ребят, пять дошкольных групп и пять классов. Таков сегодня охват специализированной помощью. Для этого в учреждении есть все необходимое. С появлением нового автобуса, который будет подвозить ребят из дома на занятия в центр, перемещение по городу станет проще. Нам нужен был такой автобус. У нас есть автобус, но не приспособленный для того, чтобы подвозить деток. Этот автобус с подъемником. Он позволяет поднимать детей на колясочках, загружается их. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжении темы. Международный день инвалидов объединяет миллионы людей по всему миру. Дату невозможно назвать праздничной. Однако участники многочисленных мероприятий, приуроченных к ней, уверены. Грусти тоже не должно быть места. Это хороший повод, чтобы собраться вместе, пообщаться, найти друзей и поддержку. И единомышленников. Благотворительный фестиваль «Солнце в каждом», прошедший накануне в Ленинском районе города над Богом, дал возможность притворить все эти цели в жизнь жителям областного центра Брещины. Подробнее расскажет наш корреспондент Анастасия Остробко. В программу благотворительного фестиваля, который постепенно, но уверенно переходит в категорию традиционных городских мероприятий, организаторы постарались включить как можно больше разнообразных элементов. Спортивных, игровых и творческих, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе. Этот праздник у нас родился не спонтанно. Десять лет назад Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации вышел у нас с предложением провести районную акцию с таким же названием «Солнце в каждом», целью акции было привлечение ребят из общеобразовательных школ к проблеме детей-инвалидов, воспитание толерантного отношения к детям-инвалидам. За пять лет реализации этого проекта мы, как мне кажется, здорово продвинулись вперед. Ну и мы вышли в конечном итоге на проведение районного фестиваля. В Ленинском районе города над Бугом в настоящее время проживает порядка 300 детей, которые имеют особенности психофизического развития. Важная задача – создать хорошие условия для их комфортной жизни и обучения, а еще общения. Нередко именно его, а также новых знакомств и друзей не хватает ребятам больше всего. Я надеюсь, что это мероприятие, этот фестиваль, он оставит след в наших сердцах для того, чтобы мы не только сегодня, в канун Международного дня инвалидов, который мы знаем, что у нас будет проходить, отмечаться 3 декабря, чтобы мы всегда об этом помнили, и наш город, наш район, наше государство было комфортным местом проживания этим людям. Участие в мероприятии образца 2016 года приняло более двух сотен человек. Это не только дети с особенностями психофизического развития и их родители, но и ребята, у которых нет тяжелых диагнозов. Для последних, к слову, фестиваль несет важный воспитательный аспект. Именно здесь они видят, что такое сила духа. Несмотря на сложные, нередко неизлечимые заболевания, их сверстники, такие же мальчики и девочки, познают мир, творят и стремятся к покорению вершин. Люди, неравнодушные люди приходят на такие вот мероприятия и видят своими глазами, как люди с ограниченными возможностями имеют силу духа, целеустремленность для того, чтобы чувствовать себя равноценными представителями нашего общества. Суть в том, чтобы, в общем-то, показать, что эти люди полезны обществу, что они в дальнейшем, когда вырастают, могут сами себя обеспечивать, сами себе на жизнь зарабатывать. И, наверное, вот это нужно популяризировать. Ребята с особенностями психофизического развития совсем не значит с ограничениями. Доказательство тому – церемония награждения детей-инвалидов, отличившихся в учебе и общественных делах. Сувениры и подарки для них помогли закупить спонсоры фестиваля, предприятия «Обрещены». Это, без сомнения, добавило дню ярких красок. Но участники признаются – притворение в жизнь, данные инициативы, подарок сам по себе. Мероприятие помогает понять, что жизнь продолжается. И свидетельств тому на фестивале масса. Яркий пример – выставка работ Матвея Вельгаса. Мальчик за последний год сделал огромный шаг вперед, чем очень гордятся его родные и охотно демонстрируют результаты творческого поиска ребенка. Ведь это может помочь не отчаяться кому-то еще. Демонстрировать важно для того, чтобы… и для самих важно, потому что это как подтверждение твоих результатов. Для него важно, он пришел, ему было очень интересно. А важно для других, чтобы не складывали руки, а шли дальше, брали пример. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Субботняя программа «Букинформ» посвящена главным событиям недели. Я, Павел Белявский, продолжаю выпуск. Курс на возрождение традиций безвозмездного донорства взят в Беларуси. Наша страна поддержала проект Всемирной организации здравоохранения, которая определила, что переход на бесплатную сдачу крови должен осуществиться к 2020 году. Брестский регион в этом смысле не стал исключением. В областном центре инициатива «Безвозмездное донорство начинается с меня» была поддержана первыми лицами города и региона, а также сотрудниками центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. О том, как прошла акция, подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. «Всегда хотелось сдать кровь, но пока училась в университете не получалось, до университета нельзя было за несовершеннолетие, а сейчас есть возможность, решила сдать». Сегодня Александра Шкредова вместе со своими коллегами пришла, чтобы поддержать крупномасштабную акцию, которая со временем должна охватить весь регион. Проект призван в первую очередь обратить внимание берестейцев на важность миссии донорства, а также привлечь как можно больше людей к этому почетному делу. «Иногда кровь нельзя ничем заменить, и кровь зачастую она действительно спасает, просто спасает человеческую жизнь. К сожалению, люди смертные, и ситуации разные бывают, и кровь действительно бывает нужна для спасения жизни». В Брестской области достигнуты оптимальные объемы заготовки донорской крови, производства ее компонентов и препаратов. Это позволяет практически полностью обеспечить потребности лечебно-профилактических учреждений города и области. Сегодня доноры довольно активно идут на помощь другим. Однако одной из форм мотивации является денежное вознаграждение. Задача нового проекта – приблизить белорусский подход к общеевропейскому. Во многих странах мира сегодня запасы крови полностью обеспечиваются безвозмездными донорами. «Молодежь, она должна перенимать хорошие традиции, она должна понимать, что действительно не только слова, а есть дела, которые могут, скажем так, говорить о зрелости молодежи, а это зависит от поступков. Я считаю, что сдача крови – это определенный гражданский поступок. И я думаю, каждый потом, повзрослев, скажем, будет гордиться тем, особенно молодежь, будет гордиться тем, что он стал донором крови, безвозмездным донором». Старт акции безвозмездного донорства дали первые лица города и области. Во многом принцип «Пример руководителя – образец для подчиненных» имеет успех. «Если не мы, то кто ее поддержит? У нас же все смотрят как. Если руководитель сдал, значит, все остальные поддержат. А если руководитель только умеет говорить на словах, и ничего не получится с этим. Каждый должен своим личным примером показать, что это действительно, что это не страшно, что это на пользу пойдет, что это спасет кому-то жизнь. Вот это самое главное». Для того, чтобы стать безвозмездным помощником другим, необходимо иметь хорошее здоровье. Поэтому, прежде чем прийти и сдать кровь, донор проходит комплексную проверку в учреждениях по месту регистрации, плюс отдельные клинические исследования на месте. «Для того, чтобы стать донором, нужно обязательно желание в первую очередь, прийти на станцию переливания крови с паспортом, иметь регистрацию в регионе обслуживания станции переливания крови, пройти медицинское свидетельствование, получить допуск к донорству и стать донором, сдать кровь. Пожалуйста, мы всех ждем, приходите. Безвозмездно мы принимаем, без очереди. Мы работаем с 8 до часу по приему доноров, поэтому, пожалуйста, все желающих ждем на станции». «Сдать кровь на безвозмездной основе» – вот основной посыл организаторов акции к ее участникам. Возможно, именно ваш, пусть и небольшой, но вклад в это благое и благородное дело поможет однажды спасти чью-то жизнь. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин специально для итоговой программы. О других событиях. В городе над Бугом состоялось 16-е заседание Белорусско-Польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества. В ходе официальной встречи для обсуждения были выдвинуты несколько актуальных тем. Охрана окружающей среды, эпидемиологическая ситуация, мониторинг поверхностных вод на отдельных участках рек Брещины, работа таможенных служб на белорусско-польских пограничных переходах и многое другое. Поговорить о проблемах злободневных, составить документы, закрепляющие принятые решения, приехали представители Республики Польша. О том, каким выводом пришли белорусская и польская стороны, какие планы вынесли к дальнейшей реализации, узнавала наш корреспондент София Бережная. В нынешнем году заседание под комиссией собирает представителей заинтересованных ведомств уже во второй раз. Чтобы проблемы не замалчивались, а вопросы разрешались эффективно и своевременно, такие двусторонние встречи просто необходимы. За круглым столом Брескова обл. Сполкома обсуждались темы разные. Начиная от сотрудничества санитарно-эпидемиологических служб и заканчивая мерами по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территориях сопредельных регионов. В дискуссии приняли участие представители пожарно-спасательной, правоохранительной, природоохранной, пограничной и таможенной служб Бресской и Гродненской областей Республики Беларусь, Подляского и Люблинского, воеводств Республики Польша. Участники встречи имеют прямое отношение к сохранению порядка и безопасной обстановки в регионах. Обмен мнениями по общим вопросам помогает прийти к заключениям, которые впоследствии воплощаются в действие. В ходе нынешнего заседания были расставлены новые акценты в перспективе реализации нескольких важных задач. Акценты на ближайшую перспективу сегодня. И таможенные службы очень много рассматривались, пограничные проблемы по переходам и по грузовым автомобилям, и по легковым, по пересечению границы. Я хочу сказать, что сегодня сейчас решается и было подписано соглашение о сотрудничестве спасательных служб с использованием европейских грантов, программой технической помощи, развития, укрепления безопасности приграничных территорий. Закончился первый этап в сохранении Белорусской Пущи вместе, сейчас второй этап до 2020 года. Это приобретение техники и финансирование других мероприятий по обучению населения в подготовке спасательных служб. За последние годы Белорусско-Польская подкомиссия Зеркин давала себя как мощнейший рычаг воздействия. Совместными усилиями служб двух стран был осуществлен ряд мероприятий, направленных на укрепление безопасности и охрану окружающей среды, создание комфортных условий для жизни населения. Показательный пример в данном случае – успешная реализация в 2008-2015 годах шести проектов международной технической помощи, позволившие решить ряд вопросов трансграничной безопасности. В рамках совместной деятельности органами власти и спасателями Беларуси и Польши подготовлены заявки еще по восьми проектам, рассчитанным на реализацию до 2020 года. Нынешняя встреча прошла продуктивно. Главами подкомиссии был подписан протокол, который предусматривает новые направления сотрудничества на ближайшую перспективу. Это наглядный пример эффективного сотрудничества. Совместная работа раскрывает новые возможности. Это и инвестиции в строительство, и закупка необходимого оборудования, в том числе с подключением грантов Европейского Союза. К примеру, в этом году более десятка единиц техники поступило в распоряжение белорусских спасателей. Только по линии пожарно-спасательных служб было выделено за все время работы программы около шести миллионов евро. Что касается ближайшей перспективы, то нами намечено четыре проекта, которые сейчас прорабатываются. Динамика просто, наверное, не ожидали так, что будет вот с такими положительными такой динамикой. Практически вот наши службы, наши коллеги друг с другом, это не просто коллеги стали, товарищи, это просто стали друзьями. Это просто вот встречаются, как близкие люди. Ну, понятно, когда люди дружат, когда встречаются, общаются, тогда и служебные задачи решать очень легко и просто. И так сейчас происходит. София Бережная, Дород Бакунович, Антон Луговкин специально для итоговой программы. Зимний легкоатлетический сезон в областном центре открыт. В период со 2 по 3 декабря в Бресте проходит 59-й международный турнир по легкой атлетике, посвященный памяти героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. В течение двух дней атлеты соревнуются на трех спортивных площадках города – Грибном канале, Стадионе Брестский и Легкоатлетическом Манеже. На торжественном открытии турнира побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете нашего корреспондента Виктории Садченко. Традиционно открывающий зимний спортивный сезон турнир имени Карбышева является знаковым и привычным для Бреста. Эти соревнования предназначены для начинающих юных атлетов, которые уже побеждали на различных международных первенствах. Сомневаться не приходится. За этими яркими звездочками – будущее легкой атлетики королевы спорта. В разные годы на этих международных состязаниях побеждали сегодня известные белорусские спортсмены. Яркий пример вышесказанному – присутствующая на торжественном открытии действующая чемпионка Европы и финалистка Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро – копьеметательница Татьяна Холодович. Спортсменка приехала в Брест поддержать молодых соотечественников. Это соревнования международного уровня и это какой-никакой но опыт соревноваться именно не в Беларуси, а с заграничными спортсменами. И я участвовала на этих соревнованиях, если я помню, вроде бы три раза. И мой рекорд даже стоит на этих соревнованиях. И это реально толчок такой вот дает вперед, то что вот не надо останавливаться на достигнутом. Свыше 500 юных легкоатлетов из шести стран приехали в город над Богом, чтобы составить конкуренцию лучшим из лучших. Борьба за лидерство и почетные награды развернулась между командами из Беларуси, России, Польши, Украины, Литвы и Молдовы. Состязания проходили в двух возрастных категориях – юношей и девушке 13-14 и 15-16 лет. По нескольким видам – спортивная ходьба, толкание ядра, прыжки в длину, высоту с шестом, метание диска и молота, а также копья. Вообще этот старт уже 59-й, традиционный, и он практически, его можно смело называть международным, потому что и результаты соответствуют этому, и регламент участников, и условия проведения. Поэтому в следующем году 60-й, я думаю, что он будет включен и в международный календарь, поэтому будем ждать еще большего количества участников и стран. В эти соревнования едет, ну, почти, если не все, то почти сильнейшие наши спортсмены, потому что здесь очень сильная конкуренция, и здесь кто хорошо выступает здесь, мы всегда знаем, что и в дальнейшем своем спортивном пути они дальше будут тоже выступать очень сильно. и в дальнейшем проходила в форме открытого диалога. Ребята поделились своими историческими знаниями, представители делегации ответили на актуальные вопросы молодежи. Мне бы хотелось рассказать ряд эпизодов, которые, значит, на мой взгляд, представляют интерес. В частности, это эпизоды сражений Панфиловской дивизии, подвиг 11 героев-саперов, подвиг 8 героев-минеров-саперов, которые были совершены во время Великой Отечественной. Это мне хотелось бы детям рассказать. Десятки поколений пронесли через свою память имя героя мужественного человека Дмитрия Ивановича Карбышева. Многие делегаты из постсоветского пространства побывали здесь с школьной делегацией. Турнир до сих пор живет, турнир продолжает жить, и новые и новые поколения продолжают нести память об этом прекрасном человеке. Ребята убеждены, такие встречи им необходимы. Свою историю, своих героев забывать нельзя. В ходе патриотического урока воспитанники средней школы номер 20 получили заслуженные награды от членов делегации. Почетного знака Карбышевского движения были удостоены пять школьников. Для каждого из них это особенный знаменательный момент. Это очень почетно. Я работаю в этом музее с самого начала его существования, и это невероятная гордость, что всегда, когда приезжают в наш город, спрашивают, чем вы отличаетесь. Я стояла на посту в Брестской крепости, там тоже есть бюст Дмитрия Михайловича Карбышева. Казалось бы, откуда, а он в Брестской крепости служил, он участвовал в строительстве фортов, поэтому он очень тесно связан с нашим городом. Виктория Саженко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин специально для итоговой программы «Бугинформ». И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Буг ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 4 декабря погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. В Бресте ночью пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха минимальная ночью – минус 1, минус 3. Максимальная днем – 4 градуса ниже нуля. 5 декабря в начале ночи погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктическом воздухе. В дальнейшем республика окажется на южной периферии североатлантического циклона с центром над Карелией. В Бресте ночью будет пасмурно и ветрено. Днем ожидается мокрый снег с дождем. Слабая метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха минимальная ночью – минус 1, минус 3. Максимальная днем – 2 градуса со знаком минус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин